Невесомость в центре тренажёра строения достигается с помощью трёхкоординатной системы обезвешивания скафандров. Всё как в невесомости. Чтобы взлететь, стоит лишь немного оттолкнуться. Система поможет космонавтам отработать внештатные ситуации за бортом. Также она помогает выявить недостатки в конструкции летательных аппаратов или скафандров. Если тестирующий не может выполнить какие-либо действия, он не сможет их совершить и за многие тысячи километров от Земли. Вот здесь вот 10-2 космонавта, они имеют 10 степеней возможности. Это даёт возможность не только готовить одного космонавта к тому, чтобы он работал на поверхности, скажем, вот на Международной космической станции или на Луне, или на Марсе, или на астероиде, но и отработка так называемых комплексных, сложных полётных операций. Второй тренажёр, активный карданов-подвес скафандра космонавта, является новшеством и продолжением системы. Он может дополнительно обеспечить ещё две степени свободы. Вращение вниз головой на 180 градусов также поможет в парных тренировках для отработки взаимодействия экипажа. В гости к изобретателям прибыл лётчик-космонавт, герой России Александр Лазуткин. Оценив новинку, опытный космонавт, которому приходилось не раз справляться с внештатными ситуациями, высказал своё мнение. Наверное, сюда можно уже привозить космонавтов и готовить их здесь. То есть это как бы будет не только центр тренажёра строения, но и центр подготовки космонавтов, некий такой филиал. Потому что вот эту систему они сделали, её не нужно никуда перевозить. У меня в основном тренировки были под водой, а там очень трудно было. Подготовка по ВКД под водой. Здесь, скорее всего, будет намного легче, приятнее, скажем, комфортнее для людей. Почётный гость Центра тренажёра строения встретился с новочеркасскими школьниками и поделился своими впечатлениями от космоса. Также устроил настоящий мастер-класс по стыковке космических кораблей. Если ребёнка увлечь, вот там, в детстве, то тогда отпадают многие проблемы воспитания. Вредное влияние улицы, здоровый образ жизни, он сам вливается в твою жизнь. И не нужно родителям говорить, слушай, вот это нельзя делать, давай-ка лучше книжки почитай. Всё идёт само. Но надо только увлечь ребёнка. Пополнят ли нынешние школьники ряды новочеркасских учёных, которые создали более 30 сложных тренажёров или свяжут свою жизнь. С полётами покажет время. Космонавт Александр Лазуткин свой выбор сделал и доказал, для настоящей мечты даже космос не предел. Когда я полетел в космос, то перед полётом у меня были три цели. Это посмотреть на Землю со стороны, полетать в невесомости и увидеть инопланетян. Вот две я однозначно исполнил, третье, это уже будете верить или нет, я могу сказать всё, что угодно. Но я оттуда прилетел, в принципе, убеждённым человеком о том, что мы не одиноки в этом мире, в котором мы живём. Сергей Мирошниченко, Сергей Зайцев, Главное новости.